Вот, ну, а там был вопрос, и так, был вопрос из тех, которые были присланы ранее. Молодой человек спрашивает про блуд, про блуд. И его пугает, что апостол говорит, что блудники Царства Божьего не наследуют, при этом он потратил немало времени в борьбе с этой страстью, и пока эта борьба была неуспешна. Пост и физические нагрузки уже не помогают сопротивляться. И вот, что делать? Я не помню этого имени вопрошающего человека, но даже если бы помнил, может быть, даже из этических соображений можно его не упоминать. Итак, вопрос очень важный. Попробуйте следующие вещи. Попробуйте следить за глазами и языком. Очень важно, как ни странно, в борьбе с блудом никого не осуждать. Блуд – это тот позор человеческий, который посылается, как врачебство, как горькая пилюля, человеку гордому, который, так сказать, считает себя лучше других, считает себя вправе осуждать людей за разные грехи, слабости, недостатки, у которой смотрит на мир такой сквозь такую лупу осуждения, рассматривая чужие гадости. Заметьте за собой, вдруг это у вас есть, если нет, ничего страшного, это прекрасно, значит, надо поискать в другом месте. Очень часто бывает, что блудом накажутся гордецы. Уж что, что, а гордости в человеке, совершающем блудные поступки, ну, как бы так, мало места. То есть он каждый раз подтверждает себе своими делами свою падшесть. То есть вот я упал опять, и что мне делать? Говорит, вставай, вставай и двигайся дальше. Значит, я опять упал, что мне делать? Говорит, не отчаясь, не лежи, вставай и двигайся дальше. И вот когда человек падает, 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 он постепенно приобретает смирение, необходимо перестает осуждать других людей за грехи. Ну и глаза. То есть язык – это вот осуждение, вот, а глаза – это дверь или окна, даже скорее. У Емии написано «Горе нам, там, враг входит через окна». Имея в виду, что через дверь глаз, дверь чувств к нам попадают различные образы, соблазняющие человека. Но это не секрет, что ты там садишься, например, за компьютер почту прочесть. И ты можешь как-то так даже специально ничего не ища, например, набрести на какую-нибудь ссылку, потом пойти по ней и оказаться вместо почтового ящика там в каком-то очень глубоком и склизком месте. А то, что видит человек, то, что попадает ему в душу, оно потом выгоняется очень трудно. Для этого нужно поболеть и помучиться, чтобы оно потом вылезло из тебя, это всё, и оставляет тебя в живых. Поэтому последите вот за этими двумя вещами – за глазами и за языком. Можно запастить себя там до изнеможения, например, там, ни есть, ни пить, как бы оно никуда не уходит. Вот в голову тебе постоянно приходят, как стрелы раскалённые, влетают в душу различные помыслы. И физические нагрузки можно там, можно ходить пешком до изнеможения, там, штанги тягать всякие, значит, до потери пульса. А потом приходишь, например, домой, и оно опять тебе, твоё с тобой вернулось. Вот, и это очень известная вещь. А попробуйте, как есть где-то в каком-то… Ну, есть такой был Варнава Беляев, такой был епископ, у него есть такая любопытная книжка, четырёхтомник такой, очерки «Основы искусства и святости». Такое претенциозное название очень. Не знаю, достигает ли она этой цели эта книжка, но есть такое. И там он цитирует очень большой материал из литературы, из философии, там, из всех смежных областей, чтобы донести какую-то мысль до читателя. Ну, и в частности, там где-то он цитирует какого-то французского билетриста, где главный герой мучается похотью. То есть он сначала обошёл все бордели в городе, значит, но ему это… В душе ему тошно, сердце болит, как бы он не хочет этого. Но не может ничего своё поделать там. И он начинает, как бы там, вот ходить пешком, отказывается от омнибуса, от городского транспорта. Так что у него ноги, как свинцовые, свинцом налиты, и к вечеру он еле волочится, значит. Однако блуд не проходит. Начинает паститься, блуд не проходит. Там какая-то служанка, какая-то простая деревенская девушка, которая работает в городе, приехала. Она говорит, попробуйте помолиться доброму Господу, чтобы он отнял у вас этот страстный пожар. Попробуйте помолиться доброму Господу. Вот ещё один хороший совет. Потому что человек сам себя до конца не знает. Вот у блаженного Августина есть прекрасные слова об этом. Он говорил, он очень нуждался в женской любви. Он очень долго откладывал крещение, именно потому, что он не мог себе представить, как это он будет соблюдать заповеди, в части воздержания и целомудрия. То есть от всего мог отказаться, от еды, от славы, от почёта, от каких-то важных должностных назначений. А вот женская любовь его притягивала очень сильно, он не мог представить себе жизнь без этого. И он часто молился, говоря, Господи, дай мне целомудрие. Дай мне целомудрие. Но в тайне сердце говорил, только не сейчас. Это потом он признаётся уже в своём конфессион, в этой исповеди своей, что желание целомудрия было во мне, но оно не было глубоким. И, в общем-то, я не разделялся между желанием целомудрия и желанием плоских наслаждений. Поэтому такова природа человека, да. Человек такой, он непростой. Поэтому и стыдно вроде бы, и хочется, и гадко, и сладко. Вот так вот оно всё. Поэтому не осуждайте, берегите глаза от порнографии и от прочих всяких таких вещей подобного рода. Помолитесь доброму Господу, чтобы он помог вам справиться с этой бедой. Потому что это поистине беда. Конечно, не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь. Ну и проверьте себя, насколько вы действительно хотите целомудрия. Потому что если вы хотите по-настоящему, оно у вас будет. Вот. Слава Богу, нам возвратили, так сказать, письма.